Девушки отдыхают Кажется, что эта проблематика вообще не тянет на формат лекции. Там просто не о чем долго говорить. Возможно, это развернутый рассказ или небольшое эссе полунаучное. Но как из этого сделать лекцию, я сейчас подумаю. И по ходу дела мы будем пробовать, опираясь на Терренса Макену и его теорию упорота и обезьяны, построить некий небольшой лекционный сеанс. Вот теперь я включаю, чтобы чего-то там писалось. Да, хорошо. Но я технически неграмотный, поэтому прошу любить и не жаловаться. Мы опустим самую лучшую часть лекции, где я буду рассказывать... Да я ничего не трогал руками. Мы опустим самую лучшую часть лекции, где я буду рассказывать про себя, кто я такой, откуда взялся, чем занимаюсь. Будем исходить из того, что раз вы все здесь собрались, то так или иначе вы чего-то обо мне знаете. Опустим? Прекрасно. Тогда давайте попробуем перейти к товарищу Маккену. Кто-нибудь читал Терренса Маккену, какие-нибудь его работы? Кто знает вообще Маккену, поднимите, пожалуйста, ломки. Ну, честно говоря, это от силы пятая часть аудитории. Молодцы. Мне тоже довелось читать Маккену. Если быть справедливым, в первую очередь, по отношению к семье Маккена, то на самом деле писал не только Терренс, но и его брат Денис, старший брат, с которым они освоили в свое время культуру в плане выращивания и в плане употребления псилоцебиновых грибов, запрещенных на территории Российской Федерации, и в первую очередь кубензисам. И на самом деле основным автором идей и текстов был именно Денис, старший брат, потому что он гораздо более был склонен к аналитическому мышлению и к околонаучному изложению событий и факторов. Если говорить о том, из чего выросли братья Маккена, то вообще на самом деле ребятам офигенно повезло. Они сформировались на еще молодой тогда почве широкого использования новопришедших психоделиков. В первую очередь это касалось ЛСД и псилоцибина. Маккены это ближе к 90-м, 90-е и дальше, но в своих исследованиях и экспериментах они опирались на таких классиков, как их работы, как Роберт Гордон Уотсон, его жена Валентина Павловна Уотсон, знаменитого Тимоти Лерили, Шульца, отца это на ботанике, и так далее, и так далее. Все эти ученые, работавшие примерно начиная с середины прошлого века и почти до его конца, создали ту благодатную почву, на которой сформировались более молодые этноботаники, этнофармакологи, психонавты, как говорят сейчас, и в том числе яркими представителями этой новой продвинутой молодежи, которые впоследствии занялись и какими-то академическими исследованиями, были и братья Маккена. В чем, если описать кратко, заключается теория так называемой упоротой обезьяны? Как предположил Теренс, наши древние предки, перволюди, стартовавшие, как известно, в Африке, вы все, наверное, знаете, по крайней мере, те, кто учился в школе, даже не советское, а российское, о том, что человечество начало свои первые шаги в Африке. И дальше уже оно распространилось в Евразию, оттуда, миновав Берингов пролив, попало в Северную, а затем и в Южную Америку. Соответственно, американские человеческие культуры самые молодые, их возраст не превышает 10 тысяч лет. Так вот, предполагая, что когда порядка 2 миллионов лет назад начался процесс опустынивания Африки, то несчастные, голодные, испытывающие жажду перволюди, шли за стандами копытных. Они двигались позади стад антилоп, и тщательно разглядывая их теплые лепешки, у которых снизу водились жирные личинки, а сверху росли те самые псилуцебиновые грибы. Африка – классный континент, друзья мои. Если мы возьмем обе Америки и Евразию, то в плане грибной флоры они могут устроить людям массу неприятных сюрпризов. А вот Африка – колыбель человечества. В плане грибов там растут практически исключительно съедобные и в очень большом количестве интеагентные. А ядовитых практически нет. И лекарственных тоже полно. Так вот, вот это вот согнутое, приземленное, примитивное прото-человечество, пасясь на лепешках копытных и поедая в каком-то все возрастающем, естественно, с точки зрения Макены, количестве псилуцебиновые грибы, сначала развило в себя зачатки сознания, затем, повысив, и это был его главный постулат, остроту зрения распрямилось и пошло гордо за стадами вперед, после чего выработала речь, потом зачатки религии, потом основы культуры, потом науку и вообще все на свете подряд, что связано с нашей социально-биологической эволюцией. Более того, как считал Терренс, на каждом этапе такого эволюционирования у людей и в первую очередь у мужчин повышалась либидо, что способствовало увеличению общей энергии в организме, разрушению эго, установлению мягких внутриплеменных связей и всеобщей гармонизации и гуманизации человеческого общества. Вот глобально что такое теория Терренса Макена. Откровенно говоря, если оценить все это с биологической точки зрения, с точки зрения современной системной биологии и теории эволюции, все это заявление не тянет даже на гипотезу. Не то, что на теорию, а просто на гипотезу. Хотя бы потому, что тот основополагающий вывод, который сделал Терренс Макена на ту тему, что псилоцибиновые грибы прояснили и улучшили зрение протолюдей, опирается на научную работу Рональда Фишера с коллегами, известного грибного биохимика, физиолога. В 1970 году, ну, в 1970, вышла его работа, посвященная влиянию псилоцибиновых грибов на отдельные аспекты зрения, на аккомодацию хрусталика, на работу некоторых мышц, из чего вдруг, непонятно почему, Терренс Макена сделал вывод, что псилоцибиновые грибы улучшают зрение и повышают способность к выживанию. Когда сам Рональд Фишер ознакомился с этим постулатом Макены, он сказал громкое ха-ха-ха, и, в общем, ну да, типа пусть ребята развлекаются, как хотят, но на всякий случай я сделаю заявление, что ни псилоцибиновые грибы, ни их действующее вещество никаким образом не влияют на зрение в целом, и уж совершенно точно, с точки зрения Рональда Фишера, никак не влияют на выживание. Теперь я бы хотел уйти далеко-далеко назад по геохронологической шкале, потому что на самом деле Макена затронул такой вопрос, который сейчас, благодаря новым, в том числе молекулярным исследованиям, вырос во всей красе и требует нового отношения и нового толкования. Глобально, может быть, сам того не понимая, Макена обратился к нескольким чрезвычайно интересным аспектам развития человека как биологического вида. Во-первых, он попытался описать сам факт возникновения разумности и, опять-таки, сам, может быть, не отдавая себе в этом отчет, выявил удивительную характеристику гомо сапиенс, а именно высокое сродство к энтеогенам и психоделикам. Поэтому, чтобы разобрать более или менее теорию Макены, нужно понять, а почему мы, люди, вообще стали разумными и почему нам так нравится изменять свое сознание. Если говорить о разумности, то эта штука, как ни удивительно, довольно простая, и биологи, и эволюционисты, и тологи, и прочие подкованные в этом плане ребята, вполне нормально в этом разобрались. Существуют две так называемые тройки, которые определяют возникновение разумности. То есть, если пользоваться принципом бритвы Аккама, это те признаки, которых необходимо и достаточно языком математики. Итак, для того, чтобы кто-то вообще попытался стать разумным, он должен обладать первой тройкой характеристик. Во-первых, это должен быть двуполый организм, потому что битва полов, самцов и самок, это мощнейший социально-биологический фактор, который двигает вперед любой стайный вид. Вторая черта необходимая, это, естественно, наличие высшей нервной деятельности. Должно присутствовать что-то такое, где все это складывается и в итоге должно организоваться в сознании. И третье, это наличие эффективных манипуляторов, то есть таких как-нибудь штук, которые позволяют аккуратно и тщательно манипулировать с внешней средой. В нашем случае это лапки. Почему дельфины при их стаинности и высшей нервной деятельности и всех остальных признаков, включая эту полость, не так вроде бы пока и не стали разумными? Нет у них лапок. А вот пастью с зубами особо внешней средой не манипулируешь, гайку не закрутишь, огонь, ничего не сделаешь. Нет у лапок. И все. И дельфины отсекаются из общей эволюционной гонки за разумом. Так, прошу прощения, я тут не только тем лекциям не знал, а еще и слегка подпростыл на этих просторах. Соответственно, вторая тройка, которая необходима на фоне наличия первой для появления разумности, это стаинность или стадность, всеядность и круглогодичная половая активность. К теме секса мы неизбежно будем возвращаться все время, потому что это мощнейший эволюционный инструмент и на следующей лекции, которая будет сегодня вечером, как я понимаю, мы не раз это еще упомянем, которое будет называться грибы и секс. Так вот, если вы задумываетесь, то ни одно более или менее высокоразвитое животное не обладает за исключением человека этими тремя признаками стаинность, всеядность и круглогодичная половая активность. Единственное исключение в этом плане это маленькие карликовые шимпанзе, бонобо. Слышали о таких? Они сошли с эволюционной шкалы разумности, потому что, к сожалению, у них не было нашей человеческой агрессивности. Свою сексуальную активность круглогодичную они превратили в антистрессовую валюту. Они платят сексом за все, за еду, за сон, за продвижение по социальной лестнице. И поэтому этот инструмент выхолостился и перестал работать так, чтобы он стал тем самым инструментом, который в том числе способствует возникновению разума как такового. Судя по лицам, я начал забредать немножко не туда. Поэтому и тем не менее давайте перейдем к такому интересному вопросу, а зачем нам людям энтеогены нужны настолько, что ни одна текущая мораль, ни одна форма и структура общества, никакие времена и цивилизации во все их времена и со всеми цивилизациями с возможными запретами, табуированием и всем остальным все равно не влияют на то, что нам людям очень хочется энтеогенов. Эволюция устроена очень просто. Она всегда стремится к максимальному сбережению ресурсов и к достижению на фоне этого максимального сбережения ресурсов максимального положительного эффекта. Поэтому вы никогда не обращали внимания, как не только люди, но и животные и птицы любят забродившие плоды, пьяные вишни, перебродивший береговый сок, скворцы, которые клюют все это дело, медведи, которые с удовольствием лакомятся пьяной малиной. Но если обратить на это внимание пристально, то в каждом случае мы увидим, что таким способом питания обладают только стайные животные и только те, у которых в этой стае достаточно жестко выражена и эта архия. А теперь я приведу вам пример, на фоне которого, я надеюсь, станет понятно, а почему же это так, зачем нам нужны энтерагены. Представьте себе стаю шимпанзе. В стаю шимпанзе все прописано чрезвычайно четко и жестко. Есть альфа-самец, все бабы его. Есть два бета-самца, которые ждут, пока альфа-самец постареет, дальше они его убьют, потом разберутся друг с другом и выяснится, кто из них теперь новый альфа. Есть гамма-самец, который ждет ухода бета, чтобы повыситься и так далее. И есть, наконец, несчастный омега-самец, сгорбленный, облезший, с впалой грудью, который шарится где-то в долине по кустам и которому никогда, ни при каком раскладе не светит ни одна самка. У шимпанзе, в отличие, допустим, от львиных прайдов, у которых из стаи уходят молодые самцы, у шимпанзе из стаи уходят молодые самки. Они идут в поисках, ну, это понятно, да, это повышение генетического разнообразия и так далее, и так далее. молодая самка приходит на территорию новой стаи и, соответственно, прием в стаю осуществляет главный самец. Способ осуществления приема очевиден, и после такого приема самка считается новым членом стаи и начинает уже свою отдельную борьбу за место в социальной иерархии среди самок. Это отдельная большая история. Представьте себе, что такая молодая самка подходит к границе стаи шимпанзе, а на этой границе сидит вот этот несчастный с впалой грудью омега, который незадолго до этого нашел перебродивший плод манго и съел его. И вот он видит эту молодую самку, которая, подходя к территории стаи, начинает издавать призывные звуки. Что бы он сделал в норме? Он бы засунул голову под мышку и сдриснул с максимальной скоростью, чтобы, не дай бог, не попасться навстречу альфа-самцу, выходящему медленно и спокойно осуществить свой прием. Вместо этого, видя приближающуюся самку, он расправляется в полный рост, выпячивает хилую грудь и принимает ее в стаи. Позволил бы себе он это сделать без энтеогена, без вещества, изменяющего сознание. Никогда. Но, вот вы, собственно, уже все поняли, да? Отсюда же и пьяному море по колено и так далее и так далее. Энтеоген, вещество, ну, или психоделик, да, это тонкая история, не будем сейчас погружаться, потому что, на самом деле, слово употребление еще не устоялось. Есть старый, вредный, неправильный термин галлюциноген, есть два новых, правильных, современных термина, энтеоген и психоделик, но, в общем, пока еще они все присутствуют одновременно, и именно поэтому я сам пока еще сбиваюсь на разные из них. Так вот, в чем здесь эволюционное преимущество? Совершенно очевидно, что на звуки чужеродного приема выходит альфа-самец. Он подходит и с большим удивлением глядит на происходящее безобразие. После этого он же не убивает сразу, у него разрыв шаблона или, как сейчас говорят, когнитивный диссонал. обуянный этим когнитивным диссонансом, он подходит к этой омеге, которая творит сущие безобразия, это заснятые кадры, это я не фантазирую, не однажды заснятые, и так типа по плечу, а какого здесь происходит. В норме омега, чтобы опять-таки сделал голову, подмышлен, ну, всякое бывает, ошибся, и его нету. Что делает омега? Он встает, расправляет свою хилую грудь, и делает вот так, как ему, может быть, вообще бы в жизни никогда не светилось сделать. Значит, у этого альфа-эффект слона-моська, типа, а вдруг она сильна? Он тоже делает вот так, тот в ответ, но не важно. Значит, длительность полового акта у шимпанзе не превышает 30 секунд. Пока тот шел на звуки, уже все произошло. Дальше да, дальше он с ним, как правило, разбирается, как правило, этот омега будет убит, но это не имеет никакого значения. Любая эволюция опирается на математические игры. Всегда присутствуют какие-то эволюционные стратегии, поэтому среди нас всегда будут воры, убийцы, обманщики, абсолютно добропорядочные люди, религиозные люди, любые люди, и даже если полностью зачистить от каких-то типов людей одно поколение, в следующем они все равно обязательно появятся, потому что это чистая математика. ДНК проходит позитивный отбор даже на уровне нескольких тысячных долей процента. И в этом случае выгода не статистическая, как обычно работает естественный отбор, а она абсолютная. Это ноль или сто. Либо ты оставил свое ДНК, передал его потомству, либо не оставил. Да, с большой вероятностью ты погибнешь, но с точки зрения ДНК все мы это просто оболочка, и оболочка и ДНК жертвует чрезвычайно легко. Именно поэтому почти полная вероятность гибели не оставляет самца шимпанзе, находящегося в состоянии измененного сознания, не останавливает, вернее, прошу прощения, его, и он обязательно порвет шаблон, выйдет за рамки социальной иерархии и осуществит свой акт передачи ДНК. Именно на фоне таких поступков, которые призваны сломать иерархию для каждого конкретного индивидуума и осуществить акт размножения вопреки всей устоявшейся социальной или иерархической системе и поддерживается, начал поддерживаться изначально интерес к энтеогенам. Чем больше энтеогена съедено, тем легче и дольше происходит выход за рамки сложившейся социальной структуры. Поэтому это есть только у стаяных животных, только у тех животных, которые обладают хотя бы начатками высшей нервной деятельности и тех, у кого структура социальной стаи или стада не позволяет размножаться низшим членам. вот откуда все растет. И поэтому лично я всегда хочу выпить водки. Не потому, что я дурно воспитан, и не потому, что я хочу сделать что-то вопреки словам любимой дружины, а потому, что мое ДНК подсказывает мне, чувак, выйди за ранки, сделай то, что тебе не позволяет общество, зачем следит полиция, или альфа-самец, или еще кто-нибудь, это твой шанс, воспользуйся им. Вот, что нам рассказывает наша ДНК. И бороться с этим чрезвычайно трудно, потому, что данное действие направлено не на просто какие-то небольшие блага, а на самую главную и глобальную функцию любого организма, как оболочки, передать свою эволюционирующую манекулу ДНК следующим поколениям. Вот почему мы все такие как бы испорченные. Глотну-ка я водички. Начинается. Нет? Обычно, когда я чего-нибудь читаю или рассказываю, перед этим я несмотря на зов ДНК, нет. Ну, потому, что я могу рассказывать при грибе разное в любом виде, пьяный, мертвый, спящий, оно уже льется само собой. Но если это еще и подкреплено чем-то энтеогенным, то вам, уверяю, вас придется меня постоянно вот так вот забирать от всяких ответвлений, все меньше и меньше имеющих отношение к обсуждаемой теме, поэтому нет. так вот, теперь Маккена гармонизирующая, гуманизирующая и прочее влияние психоделиков, сближающие употребляющих их и постепенно вырастившая обезьяну до современного мыслящего человека. Маккена и дальше развивал эту теорию. Он описал в своей книге «Пищу богов», если я не ошибаюсь, она называется «Будущее идеальное общество с разумным потреблением всего на свете, в том числе и с ответственным потреблением энтеогенов и так далее, и так далее». Но посмотрите, если мы говорим о гармонизующем и гуманизирующем влиянии, о разрушении эго и обо всем прочем, у тех, кто применяет энтеогены, не только грибные, но и растительные, например, применительно к древним ацтекам. Вы, может быть, знаете, что жреческая верхушка ацтеков практически не слезала с псалцибиновых грибов, но при этом их пирамиды круглый год всеми четырьмя стоками обильно несли потоки крови от жировоприношений, а в праздники так и переполнялись, и жесточайшие пытки и казни были просто нормой ацтекского общества. В какой-то степени это относится и к майя, и еще к многим центрально-американским культурам. где здесь гармонизация, куда делась гуманизация, какое эго разрушилось, очень сложно представить. Даже если взять современные племеназа, сохранившие более-менее исторический уклад жизни, дикарей по-ношему, то куда девается гармонизующее и умиротворяющее влияние Аяуяски на нескольких племенных группах, вот уж сейчас из памяти не будет еще их название, типа Ямаджуба и какие-то там Хреномота, хотя это уже с японским пронусом, которые как раз после Аяуясковых церемоний совершают жесточайшие действия. И говорить о какой-то гуманизации чрезвычайно сложно и в этом случае. Поэтому если мы берем теорию Маккена как таковую, то есть кто-то чего-то съел, потом начал есть все больше, потом прозрел, потом поумнел, потом начал говорить, то это как бы детская сказка, такая хорошая, антропоморфная, где все происходит для добра и пользы, и такой же системы, что тучка выдает дождик для того, чтобы травки и цветочки росли хорошо. И вот когда казалось бы Маккен был предан окончательной обструкции поругу настоящими учеными и серьезно не рассматривался, как в последние где-то лет 20 серьезно а провозвестников этого нового научного направления выступил ну я считаю, что Джон Марко Аллегро автор книги Священный Гриб и Крест величайший археолог палеолингвист тот человек, который расшифровал кумранские свитки и который был покрыт приличные слова не подбирается к сожалению чем он только не был покрыт учеными современниками когда он первым на самом деле четко и внятно высказал предположение об энтеогенном формировании всех современных религий на него была объявлена охота и он лишился всех своих знаний и к сожалению умер в изгнании и безвестности для новых современников тем не менее это удивительно то что показывают современные исследования чувствительность определенных рецепторов к энтеогенам и психоделикам у людей именно как у биологического вида как у гомо сапиенс в сравнении с ближайшими родственниками то есть с шимпанзе и с гориллами в десятки а в некоторых случаях в сотни раз выше чем вот у этих наших ближайших бегунов по эволюционной шкале мы люди оказывается на протяжении не менее чем ну уже не только мы да наши предки на протяжении не менее чем 5 миллионов лет развивали в себе сверхчувствительность к энтеогенам и психоделикам если пользоваться математикой и таким принципом как доказательство от противного не противного а от противного то сам факт наличия такой особенности предполагает ее эволюционную ценность потому что если бы это эволюционной ценности не представляло то и такой сверхчувствительности по сравнению с ближайшими родственниками не было бы почему так откуда это растет зачем это нужно и какие именно преимущества дает сверхчувствительность к энтеогенам и психоделикам вы видите я сознательно пытаюсь избегать употребления термина галлюциноген вы знаете кстати чем галлюцинации отличаются от иллюзий вот эта вот вся современная терминология она очень непроста галлюциногены галлюцинации иллюзии галлюциногены энтеогены и психоделики психоделик сейчас в современном определении это нечто что позволяет раскрыть суть своей души и обратиться к ней в том числе в исследовательском и психотерапевтическом плане энтеоген это вещество которое позволяет почувствовать в себе бога или божественное начало иллюзия это когда ты видишь то что есть в несколько или довольно прилично измененном виде то есть если вдруг глядя на этот стол находясь под действием псилоцибиновых грибов запрещенных на территории Российской Федерации я увижу как его поверхность волнуется меняет цвет это будет иллюзия если вдруг мне покажется что мой микрофон вдруг неожиданно обретает фаллические признаки это будет иллюзия но если я вдруг идиаполиса увижу как за мной гонится холодильник разделенный вот это уже будет галлюцинация иллюзия это некое видение опирающиеся на то что все-таки хоть как-то есть галлюцинация это уже полный отвал башки вот примерно так и сочетание всех этих терминов и понятий дает некоторую картину немного нового отношения в том числе и научного к тому что сейчас происходит вот что-то прямо жуткость похожая на чистую воду спасибо так вот как я уже говорил даже микроскопическое эволюционное преимущество очень быстро распространяется в виде зафиксированной новой черты ДНК по всей популяции поэтому как только наши далекие предалекие предки впервые попробовали что это за штука микродозин да они не сразу стали наверняка как существа аккуратные и привыкшие жить в агрессивной биологической среде едва ли они стали хватать псилоцибиновые грибы или мухоморы или растительные эндиогены пачками и засовывать себе в рот скорее всего это была аккуратная проба скорее всего на протяжении многих поколений те кто продолжали пробовать аккуратно неожиданно выявили у себя то есть конечно не так сказал неожиданно у них выявилась лучшая более ускоренная работа головного мозга и нервной системы в целом что это как не преимущество особенно учитывая то что особенно учитывая то что примерно последний миллион это батарейки это я что это запасной есть ну да да работает так вот наши мозги и объем черепа почему мы все такими мишками потому что мы все до сих пор выглядим как младенец что такое младенец это такая небольшая тушка и большая голова это вызывает в нас очень позитивный опыт поэтому даже котята маленькая тушка и большая круглая голова и вообще все маленькое такое круглоголовое вызывает у нас позитивные эмоции есть такая интересная штука генетическая которая называется убегание фишера фишер это ученый который описал этот самый процесс эволюционного убегания он чрезвычайно интересен убегание фишера выражается в том что если самки по каким-то причинам выбирают у самцов какой-то признак который им почему-то нравится и начинают оказывать преимущество в выборе именно таким самцам то этот признак у самцов начинает стремительно эволюционировать и убегание фишера приводит к тому что этот признак часто эволюционирует далеко за пределы рационального гигантские хвосты павлинов огромные рога уже вымерших гигантских оленей и так далее и так далее в норме это никому не нужно это превращается в обузу в гандикап но самка видит что вот этот самец мегахвостом при этом красивый и здоровый вопреки тому что он таскает за собой такую огромную хрень конечно именно он и достоин оставить вместе с ней потомство это как если бы допустим с точки физической силы женщина выбирала двух мужиков легкоатлетов которые сорвались с финишей и пробежали стометровку и пришли бы со старта сорвались конечно и пришли на финиш одновременно но при этом второй из них нес бы на себе мешок углей то понятно какой выбор бы был сделан вот это ровно то же самое так вот наша большая голова и огромные мозги это классический пример убегания фишера потому что мы люди к сожалению не только разумные но еще и очень социальные и социальная эволюция в первую очередь заключаются в эффективном продвижении по иерархической лестнице социальные блага бывают разными сейчас это могут быть и финансы и земли и бизнес и все что угодно множество лайков это же тоже ресурс когда-то все было гораздо проще да и главный самец он получал блага в виде самок а позже когда это была уже допустим воинская или жреческая каста соответственно возможность управления обществом и получения еще больше простых и понятных ресурсов и добиться этого часто можно было уже в более или менее развитом обществе не только и не столько силой а сколько хорошо работающей головой и наша эволюция в сторону большой головы во многом обусловлена тем что самки предчувствуя что их будущий избранник хитер коварин способен выстроить сложные отношения между разными членами стаи использовать дружбу с одними чтобы те за него а ему самому ничего не надо делать выступили против других сложные поведенческие комбинации да вот эти все математические игры они и привели к стремительному росту мозгов этот рост был настолько стремителен что в какой-то момент человечество достигло критической точки и вот эта вот здоровенная голова младенца который должен был сразу интегрироваться в сложно социально устроенную человеческую популяцию уже практически перестало прорезать в то место из которого младенец должен был появиться и если посмотреть на статистику то окажется что игры с убеганием Фишера для нас уже закончились и примерно последние 10 тысяч лет статистически объем мозга и размер человеческой головы уменьшается наигрались достигли и теперь можно немножечко откатить обратно потому что ну реально тяжело к чему я это все я это все к тому что употребление энтеогенов и грибных и растительных и их способность улучшать быстродействие и эффективность прохождения нервных сигналов в головном мозге совпало с интересом самок к умным мужикам ну как бы не я лично за это отвечаю но факт остается фактом а дальше и представьте себе и на это еще накладывается все то о чем я рассказывал до то есть возможность использовать энтеогены для разрыва шаблона и может быть стремительного продвижения по социальной лестнице особенно в более поздние времена как сложилось я говорю блин это жир как говорил Винни-Пух неспроста хобана вот он первый жрец и дальше пошел в институт жречества а поскольку он первый жрец он же говорит так значит мухоморы собираю только я мой сынок и возможно мой ученик который заслуживает этой чести а вы засранцы если пойдете в лес все вот вам сложившийся институт жречества со всей системой табуирования с новой системой иерархии которой раньше не было и так далее и так далее как только наступила стремительная не только биологическая психобиологическая то есть социальное развитие общества так сразу энтеогены не просто начали влиять как до этого несколько миллионов лет назад потихонечку улучшая за счет их применения скорость прохождения сигналов нейротрансмиттера и так далее и так далее как только у людей возникла способность оперировать такими терминами как вселенная бог даже не называя их так но просто осознать такие концепции так использование энтеогенов и психоделиков стремительно изменила нашу цивилизацию и ее возможную историю и культуру то что сложилось так как сложилось сложилось именно благодаря энтеогенам и психоделикам и если раньше лет 15-20 назад некоторые ученые которые робко заявляли о вероятности таких процессов в человечестве то сейчас это уже десятки если не сотни серьезных научных трудов монографии и исследований в самых разных областях включая палеолингвистику на лекции про мухомор завтра мы про это поговорим и голоса тех кто этому пытается противоречить теперь стали такими робкими и скромными как голоса тех ученых которые когда-то только начали двигать эту теорию как только глюциногены вот опять говорю глюциногены как только энтогены и психоделики стали не просто ускорителями не про не про о не просто ускорителями реакций в наших мозгах а тем что позволяет осознать в себе и вокруг новую истину это же круто нет ничего плохого в том что богов религии нам подарило не что-то реально существующее а энтогенные грибы и растения разве это плохо по-моему нет разве мир от этого стал более пресным или скучным или более понятным или менее интересным нет совершенно не стал то что мы сами из себя научились это вытаскивать во всем разнообразии со всеми последствиями со множеством религий культов обрядов начиная с шаманизма и до всех современных авраамических религий разве плохо что это было сформировано энтогенами разве есть в этом ущерб патриимскому да или еще кому-нибудь никакого ущерба с моей точки зрения с финансовой уж точно вот так что то что просто в духовном плане не за счет обострения зрения а за счет того и это реально описанные химические биохимические реакции на молекулярном уровне это уже круто что это перетекло в область науки а не в область абстракции биологически осознаваемая истина за счет наших собственных ресурсов разве это не круто ну не совсем а конечно простимулированная энтогенами и психоделиками но вот она и мы этим можем пользоваться и вот в таком понимании Макена безусловно хорош он плавал немножечко по поверхности но у него тогда не было ни желания ни инструментов для того чтобы проникнуть в клуб не было ни одной статьи которая описывала каким образом запускается весь этот биохимический каскад реакции с допаминовыми так не буду погружаться в биохимию я бы ни сам не силен я не биохимия и не психолог я этномиколог и миколог так вот и дальше снова по Макене почему бы нам всем не гармонизироваться но не просто так а именно понимая как действуют энтеогены и психоделики почему бы нам не построить современное новое нормальное общество зная как все это работает мы понимаем что религия которая когда-то была эволюционно невероятно выгодна для человечества любая племенная группа объединенная некой идеей допустим концепцией какого-то своего личного бога или группой божеств при любом территориальном конфликте имела колоссальное преимущество перед группой людей такой идеей необъединенной типа одни говорят ребята вот мы крутые а другие говорят ребята мы крутые и с нами Бог все понятно кто победит даже может быть при небольшом численном преимуществе тех за кем Бога нету религия как социальный эволюционный инструмент сыграла колоссальную роль в развитии человечества и социальном и культурном у кого там куст говорящий у кого там еще чего-то да ну в общем тут примеры просто не нужны они избыточны сейчас к сожалению религия смотри к сожалению религия к сожалению сейчас ребята эй ну без обид ну в принципе я хотел заканчивать итак поскольку лекция закончилась вместе с чем с батарейками или с чем-то еще я хотел как-то красиво ее завершить но глобально я немножко смешав Макену с тем чего он с одной стороны конечно заслуживает с научной точки зрения а с другой нет как любой провозвестник чего-то правильного чего-то объединяющего я бы призвал творчески и технически интерпретировав его постулаты таки применять их в настоящем и это ровно то к чему я призываю как я так что как я хотел перейти так что как я не я Продолжение следует...